8.00 в столице Казахстана. Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Доброе утро. 8.00 в столице Казахстана. 9.00 в столице Казахстана. 9.00 в столице Казахстана. 10.00 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 в столице Казахстана. То есть социальное жилье, которое будет предоставлено очередникам. 38 миллиардов тенге планируют направить на женскую ипотеку. Азиатский банк развития одобрил заем. Льготные кредиты казахстанки смогут получать через жилстрой Сбербанком. Деньги предусмотрены на покупку как первичного, так и вторичного жилья. Максимальная сумма займа составит 30 миллионов тенге. Для его получения нужно иметь 15% на первоначальный взнос. И при условии, если доход ниже 200 тысяч тенге. А 20% внесут те, чья ежемесячная прибыль больше названной суммы. По статистике 60 тысяч заемщиков в жилстрой Сбербанка женщины. Причем больше половины из них живут за пределами двух мегаполисов Нурсултана и Алматы. И поэтому новая гендерная программа планирует охватить 60% представительниц слабого пола страны, которые проживают в регионах. Исторически так есть сведения, что доходы женщин, они в три раза меньше, можно сказать, чем у мужчин. Соответственно, вот эти относительно малые доходы не позволяют женщинам приобрести жилье, квартиру по доступной ипотеке. Для решения этих вопросов, как бы сказать, первый раз в Азии Азиатский банк развития и Жилстрой Сбербанк запускают эту программу. И к нашему эфиру присоединяется руководитель отдела продаж агентства недвижимости Руслан Каежанов. Руслан, доброе утро. Доброе утро. Сразу хотелось бы узнать, что вы думаете по поводу вот этой женской ипотеки. Насколько условия программы действительно эффективны и жизнеспособны? Мы говорим, что это слабая половина, но в этом случае она далеко не слабая, ибо 200 тысяч тенге в месяц для женщины в регионе, такие доходы не у всех мужчин имеются ежемесячно. Как вы считаете? Да, северный вы подметили, но есть такой аспект, его немного изменили, что для регионов теперь сделали, кто зарабатывает меньше 200 тысяч тенге, они получают первоначальный взнос, вносит 15%. То есть если женщина зарабатывает 120-130 тысяч тенге, она может внести 15% от стоимости жилья и получить квартиру. Если же, как вы сказали, женщина получает больше 200 тысяч тенге, допустим, в том же Нур-Сутане или в Алмате, она должна внести 20% от стоимости жилья. Я считаю, что это отличная программа для тех, кто хочет привезти жилье. У нас больше 4 миллионов женщин, они, которые работают, зарабатывают и приносят доход стабильный. Почему бы нет? Это отличная подспорка для тех, кто хочет завестись своим домом. Больше 4 миллионов женщин это по Казахстану, да? Да, все верно, по Казахстану. Кто работает именно? Официальный заработок у них есть, то есть или ЕП, они могут привезти жилье. Программу жилищного кредитования 5.20.25 запустят в Казахстане. Возможность приобрести квартиры получат тысячи людей со сравнительно небольшими доходами. Скажите, как новая ипотечная программа вкупе с уже имеющимися может повлиять на рынок недвижимости в целом? Данная программа отлично подходит для военнослужащих, но там будут, кстати, делиться по категориям. Те, кто стоит в Акимате на получение жилья, это военнослужащие, госслужащие и бюджетники. Они могут внести также 20% внос, 5% годовых. Это отличная программа для регионов. В том плане, что ввод вводимого жилья в регионах увеличивается. То есть 2-3 раза по сравнению с прошлыми годами. И, естественно, они могут улучшить свое жилье. Для, допустим, для Нурсултана, Уматы и Шимкента, квартиры еще разбирают до строительства, уже на сваях раскупают. Но это все равно, это отличная программа для улучшения своего качества жилья. Вкупе с другими программами, таких программами, как 7.20.25, Баспана, Хиит, Аскери, Баспана, получают возможность тысячи и тысячи людей получить свою квартиру, не оплачивая кому-то в карман аренду. Я считаю, что это лучшая программа, которая есть на данный момент. Руслан, ну и, как говорится, предпраздничный практический вопрос в завершении. Хотелось бы узнать, что ожидать казахстанцам на отечественном рынке жилья в ближайшее время. Рождество, Новый год все-таки. Как это может повлиять на рынок или вообще повлияет ли это как-то? Да, в крупных городах это очень повлияет. То, что застройщики запустят различные акции, там, при покупке квартиры паркинг или там скидка за квадратный метр. То есть я советую перед Новым годом как раз-таки брать, покупать квартиры. Потому что после Нового года уже цены возрастут. Ну, обычно январь месяц он такой немного застойный, но после января, то есть февраль, уже начинается поднятие цен. Именно как раз в зимний период, перед праздником, стоит покупать квартиры. Ну что ж, будем надеяться, что все, кто успеют попасть, может, на какие-то акционные моменты, приобретут себе достойное жилье по достойным ценам. Ну а тем женщинам, женскому полу, которые зарабатывают все-таки больше мужчины, уже, я думаю, этот стереотип, название, выражение «слабая половина», «слабый пол» должен, наверное, уйти в какое-то далекое прошлое. С этим утром беседовал руководитель отдела продаж агентства недвижимости Руслан Каиржанов. Вам хорошего дня. До свидания. Между тем, в Актюбинской области наблюдается повышение цен на жилье. Средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках выросла на 4,5% и составила 157 тысяч тенге. Тем не менее, покупателей меньше не становится. В этом году строители Актюбинской области поставили перед собой амбициозную цель – реализовать 1 миллион квадратных метров жилья или порядка 8 тысяч новых квартир. Пока все идет по плану. Частные компании активно участвуют в государственных программах. Тем самым предоставляя населению возможность обзавестись собственной крышей над головой. За счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 689,5 тысяч квадратных метров жилья. В микрорайоне Нур-Актюбе осуществляется строительство где-то 85 тысяч квадратных метров жилья. Данные квартиры реализуются по цене от 120 до 130 тысяч тенге за квадратный метр. Что касается коммерческого жилья, строимость формируется за счет цен строительных материалов. Большой интерес актюбинцы проявляют к первичному рынку, цены на котором постоянно растут. Если в прошлом ноябре один квадратный метр такого жилья стоил 148 тысяч тенге, в этом на 4,5% дороже. Идет рост на новое жилье, на вторичное жилье, благоустроенное жилье нет изменений, а арендное жилье идет рост на 1-2%. В зависимости от рост от гривеской расположенности города и от этажности. Высокие цены на недвижимость один из самых крупных застройщиков региона объясняет несколькими факторами. Во-первых, это дорогая земля. Приобретается она методом аукциона. Строиматериалы используются самые качественные, преимущественно из России. Своими силами проводят коммуникации. При этом компания старается придерживаться рыночной стоимости. Если бы участки выдавались на безвозмездной основе, а стекло, цемент и трубы производили у нас, ситуация была бы иной, считает Шамиль Каспранов. Землю давать нам не с аукциона, а отвели нам полностью микрорайон. Я за этот микрорайон буду отвечать. Я сети сделаю, дороги сделаю, детский сад построю, школу построю. Магазины построим, все социальные объекты. Что нужно конкретно для проживания людей, мы должны все это предоставить. Мы жилье строим, люди берут в кредит, в квартиры. А со временем чем будут рассчитываться? Рабочих мест нет. Напрашивается мысль, строить свои заводы надо, открывать производственные мощности. Огромный спрос на жилье эксперты объясняют увеличением разного рода жилищных программ. Самой популярной среди актюбинцев является займ жилстрой Сбербанка. Метод 50 на 50. В этом году активно реализовывался и проект Бахтотбаса. Благодаря выгодным условиям новоселья в регионе отметили порядка 500 семей. Все больше и больше покупателей, население растет. Много молодых пар, которые хотят уже отдельно жить. Также с других регионов переезжают в Актюбинск. С Атрау, Суральска, Сахтау переезжают. По поводу этих программ, они облегчают ситуацию. С другой стороны, в любом случае это огромная кабала. Это реально как оно есть. В погоне за хорошей жизнью, несмотря ни на что, актюбинцы продолжают оформлять на себя ипотеку длиною в жизнь. Те же, кто не имеет такой возможности, надеются на помощь государства. В списках очередников на получение бесплатного жилья состоят более 24 тысяч человек. Айсулу Махмутова, Булат Молдагалиев, Актюбе, Хабар 24. В числе городов с самой дорогой недвижимостью с недавних пор Туркистан. Средняя стоимость квартир там варьируется от 6 до 13 миллионов тенге. Что в разы больше, чем, например, в прошлом году. Такой резкий рост цен спровоцирован масштабным переездом госслужащих из Шимкента в новый областной центр. Прошло больше года с момента, как Туркестану присвоили статус областного центра. Сейчас здесь воплощают сотни социально-экономических проектов. Но вместе с тем город переживает и небывалый рост цен на жилье. Раньше квартиру можно было арендовать за 10-15 тысяч тенге в месяц, а сейчас как минимум за 80-100 тысяч тенге. Такие цены только в Астане и Алматы. Стоимость земли тоже взлетела. Ещё недавно участок можно было купить за 500 тысяч тенге. Но теперь это нереально. Цены на жильё сильно выросли. Трёхкомнатные дома, которые оценивали с 10 миллионов тенге, сейчас стоят 16 миллионов. Наш город расширяется, растёт население. Это и влияет на рост цен. Недвижимость в Туркестане сейчас дороже, чем в Алматы. Связано это с массовым переездом госслужащих. Всего за год стоимость жилья в областном центре выросла в три раза. Однако и спрос на квартиры не уменьшился, а только возрос. До конца года в Туркестане планируют достроить многоэтажные дома на полторы тысячи квартир. Новое жильё получат льготники и госслужащие. К слову, в регионе действует несколько жилищных программ. Реализуется жилищная программа НОРУЖЖЕР. По этой программе в области обеспечены жильём на сегодняшний день 1150 человек. Из них многодетные семьи 259 человек. 1412 человек социально уязвимы своей населения. И 199 граждан, дети-сироты. Вместе с тем и жилищная программа 7-20-25. В Туркестане не очень эффективно, говорят специалисты. По её условиям покупатель должен выбрать новую квартиру. Но темп строительства многоэтажных домов в регионе медленный. Всего в Туркестанской области 35 тысяч очередников на жильё. Рауль Габитов, Самат Нагашпекула, Ербулат Абишев, Хабар, 24, Туркестан. Рауль Габитов, Самат Нагашпекула, Ербулат Абишев. Евросоюз против гражданства за инвестиции. Речь идёт о схемах, позволяющих гражданам третьих стран получить гражданство или вид на жительство ВС в обмен на инвестиции. Европейская экономическая и социальная комиссия призвала государство отказаться от подобных схем. Мнение комиссии одобряет и Европейский парламент. По их мнению, схемы создают риски с точки зрения безопасности, незаконных финансовых махинаций, уклонения от уплаты налогов и обхода правил ЕС. Ресурс приводит некоторые цифры. Цитата. Сегодня в ЕС существует порядка 20 схем для инвесторов, чтобы проживать и получить после гражданства. Согласно совместному отчёту Transparency International и Global Witness, эти схемы дали 100 тысяч новых жителей с 2008 года, а государство-члены привлекли около 25 миллиардов евро прямых иностранных инвестиций. По словам докладчика Жан-Марка Ройрана, эти схемы часто не соответствуют основным правам, лежащим в основе европейского сотрудничества. Эксперт обвиняет их в отсутствии прозрачности, коррупционности и типичном отмывании денег. Для этого всем странам Союза рекомендовано создать координационный механизм, который позволит обмениваться информацией об успешных и отклонённых заявках на получение гражданства и вида на жительство. Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг, путешественница во времени, полагают некоторые сторонники теории заговора. Они обнаружили её сходство с изображением на фотографии 120-летней давности, рассказывает об этом газета The Sun. Фотография, которую опубликовала издание, сделана примерно в 1898 году и найдена в архиве Вашингтонского университета. На ней изображены дети, занимающиеся ручным трудом, чтобы получить воду для выращивания зерновых культур. Девочка слева очень похожа на 16-летнюю Грету Тунберг, пишет The Sun. Удивительное сходство вызвало дискуссию в Твиттере. Многие высказывали мнение о том, что на фото изображён двойник Греты. На самом деле она путешественница во времени. Она пришла, чтобы предупредить нас о будущем. Это единственное объяснение. Это довольно волнующе. Приводит издание один из твитов. The Sun тут же рассказывает читателям, как Грета стала популярной после того, как её фотография школьной забастовки в защиту климата была опубликована на Фейсбуке одним шведским эко-активистом. Её забастовка вдохновила десятки тысяч студентов со всего мира присоединиться к демонстрациям. Грета предлагала пропускать школу каждую пятницу, чтобы протестовать против изменения климата. Также она организовала акцию на фоне рекордной жары в Северной Европе и лесных пожаров, которые опустошили земли в Швеции вплоть до Арктики. После молодой активист пересекла Атлантику на эко-яхте, чтобы принять участие в саммите ООН по климату в августе 2019-го. И несмотря на то, что она не получила Нобелевскую премию, сегодня Грета – символ и напоминание важности эко-проблем. Отмечает The Sun. В Пекине открылся небоскрёб с самым высоким атриумом в мире. 45-этажное здание Лииза Сохо – уже четвёртый совместный проект знаменитого архитектора Заха Хадида и китайской компанией разработок Сохо Чайна, рассказывает CNN. Небоскрёб расположен в деловом районе Фэнтай на юго-западе Пекина, между центром города и новым аэропортом Досин. Ещё одной знаменитой постройкой этого архитектора. Башня как будто оседлала тоннель, описывает здание CNN. Она поделена на две части по вертикали, а между ними образован самый высокий в мире атриум. Его высота почти 195 метров, а всего здание 207 метров, если считать до вертолётной площадки на крыше. Расположенные в новом здании офисы рассчитаны на компании малого и среднего размера, для которых в Пекине не хватает деловых центров класса А. Издание отмечает, что система управления зданием круглосуточно следит за потреблением энергии и показателями температуры и влажности. Среди использованных зелёных технологий — высокоэффективные насосы, вентиляторы, установки для охлаждения, отопления и освещения. «Мясо из воздуха поможет спасти планету», — гласит заголовок издания Times. Британская газета рассказывает о калифорнийском стартапе. Компания Air Protein разработала процесс, в котором углекислый газ смешивается с микробами, в результате чего производится белок, такой же, как у животных. Этот процесс основан на исследованиях НАСА конца 60-х годов прошлого века. Тогда космическое агентство обнаружило, что одноклеточные организмы под названием гидрогенотрофы действуют как растение, улавливая углекислый газ, выдыхаемый астронавтами, и превращая его в пищу с помощью водорода из воды, передаёт газета. Air Protein выращивает эти микробы в специальных чанах и получает вещество, которое на 80% состоит из белка. Оно напоминает муку, и его можно смешивать с другими компонентами, чтобы создать похожее на мясо вещество. Это открытие может стать революцией в производстве продуктов и уменьшить влияние климатических изменений, приводит издание слова Лизы Дайсон, исполнительного директора компании. Она утверждает, что для производства белка требуется всего несколько часов, и он содержит все 9 незаменимых аминокислот, что в два раза больше, чем в пище и соевых бобов. Редактор субтитров А.Семкин По меньшей мере, два человека стали жертвами сильной грозы с наводнениями, обрушившимися на южное побережье Франции. Один мужчина был найден мертвым возле города Мюи, примерно в 50 километрах к востоку от Кан. Второе тело нашли в расположенной неподалеку деревне Кабас. Одна женщина числится пропавшей без вести. Южное побережье Франции в минувшие дни оказалось во власти сильных гроз, ливней и наводнений. Гигантские волны обрушились в субботу на побережье города Вильфранш-Сюрмер, прямо рядом с Ницей. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как на набережную выбрасывают пришвартованные лодки. В Каннах звучали сирены и предупреждения о приближении опасного шторма. Людей призывали укрыться в безопасном месте и не выходить на улицу. В воскресенье дожди в регионе продолжились, хотя и утратили интенсивность. Синоптики сообщили, что уровень воды должен упасть в течение дня. Тем временем число жертв авиакрушения в Конго увеличилось до 27 человек. Ранее сообщалось о как минимум 23 погибших по предварительным данным. Двухмоторный самолет упал на один из жилых районов города Гома, что на востоке страны. Воздушное судно стало терять высоту через три минуты после взлета. На борту находились 17 пассажиров и два члена экипажа. Также есть сведения о гибели нескольких местных жителей. Массовые протесты не стихают в провинции Басра на юге Ирака. Сообщается о трех погибших, еще около 90 пострадали. Митингующие пытались перекрыть дорогу, ведущую в один из крупнейших иракских портов. Сначала для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ. Однако это не остановило толпу, после чего стражи порядка открыли огонь. Напомню, акции протеста в республике не прекращаются. С начала октября люди недовольны социально-экономической ситуацией в стране. Протестующие требуют отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов. Отмечу, за время беспорядков погибли более 300 человек. Жертвы есть и среди силовиков. В Южной Корее пятый день подряд бастуют железнодорожники. Они требуют повышения заработной платы и сокращения рабочей нагрузки. Профсоюз Корейской Железнодорожной Корпорации начал акцию протеста по всей стране в среду. В ней принимают участие 11,5 тысяч человек. Активисты требуют от правительства дополнительно принять на работу 4600 новых сотрудников и увеличить зарплату на 4%. Сегодня по всей стране отменены десятки междугородних железнодорожных рейсов. На 65% сократились грузовые перевозки. Скоростные пассажирские поезда работали лишь частично. Пассажирам пришлось передвигаться на автобусах. Переговоры между профсоюзами и администрацией национального железнодорожного перевозчика пока ни к чему не привели. По Израилю прокатилась волна акций протеста с требованием отставки действующего премьера и разрешения политического кризиса. Против Беньямина Нетаньяху выдвинуты обвинения в коррупции. А страна движется к третьим подряд парламентским выборам. С подробностями Сергей Ауслендер. А ведь были времена, когда, будучи главой оппозиции, Нетаньяху сам выступал на таких митингах и говорил, что человек, против которого выдвинуты обвинения в коррупции, не может занимать пост премьера. Теперь премьер он, обвинения будут предъявлены ему и на митингах говорят уже про него. Мол, засиделся, погряз в коррупции и толкает страну к катастрофе. Неделю за неделей наши дети в стрессе, плачут, не могут учиться, получают плохие оценки. Мы дисциплинированно сидим в бомбоубежищах, прячемся там по сигналу тревоги и надеемся, что все это изменится. Но так продолжается годами. Мы требуем, найдите решение, сделайте что-нибудь с газой. Но правительство не делает ничего. Подобные митинги проходят уже три года подряд. Общественное движение «Демократический лагерь» с самого начала расследований против Нитаньяху требует его отставки и тщательного расследования. Их излюбленный лозунг, вот он, по-английски «crime minister» или «министр-преступник». Наши намерения простые. Мы хотим сохранить Израиль как свободную, демократическую и либеральную страну, прогрессивную и светскую. Но в таком виде, как сейчас и с таким премьером, как сейчас, это невозможно. Поэтому наше главное требование – Биби должен уйти и должен пойти под суд. Решение юридического советника отдать премьера под суд здесь приветствовали с воодушевлением. Дескать, не все потеряно. Теперь собравшиеся требуют довести дело до конца, как минимум до суда. Впрочем, судебная система, как известно, работает небыстро. Такие дела могут тянуться годами. Поэтому собравшиеся говорят, будем собираться тут каждую неделю, пока не услышим приговор. Не хотим больше выборов, скандируют участники другой демонстрации. Напротив парламента КНЕСЭТа собралась израильская молодежь, хотя в толпе встречаются люди и постарше. Но основная масса – школьники, студенты, те, кто завтра пойдет служить в армию. Будущее страны. И это самое будущее требует от политиков разобраться со своими проблемами. Мы уже дважды ходили на выборы, дважды голосовали, выбирали, а результата ноль. Разве это демократия? Разве это голос народа? Мы требуем от политиков образумиться, договориться и не тащить страну к очередной катастрофе. Участники акции протеста принесли с собой лестницы. Это намек на то, что политикам пора спуститься с небес на землю. Пока там, в высоких политических сферах, они решают свои проблемы, на земле живут люди, которые ждут от них решений. Причем не только политических. Государство уже почти год живет. Без нормального правительства, без бюджета Кнессет не принимает законы. С таким положением вещей, как считают собравшиеся, никакого продвижения вперед быть не может. Я общаюсь со сверстниками, с представителями разных молодежных движений. У большинства все проекты застопорились. Нет бюджета, нет денег. И это продолжается уже слишком долго. Мы пришли сказать, хватит. Молодежь теперь у Кнессета проводит все свободное время. В надежде докричаться в буквальном смысле до депутатов и министров. Объяснить, что их политическая карьера закончится. И довольно скоро этим ребятам жить, служить и учиться. А все это будет очень непросто. В государстве, в котором даже формирование правительства проходит с такими трудностями. Сергей Услендер, Хабар 24. Вернемся в Казахстан. Крупное ДТП. В Туркестанской области пострадали 15 человек. В Петропавловске врачи борются за жизнь 4-летнего ребенка, который выпал из окна пятиэтажки. А кустанайским медикам не удалось реанимировать младенца, найденного в мусорном баке. Все подробности в хронике происшествий. ДТП. По свидетельным данным, водитель автомобиля Hyundai из-за отказа тормозов столкнулся с двумя машинами, которые ехали по путном направлении. От удара Hyundai загорелся. Водитель четвертой машины хотел избежать столкновения, но ехал на барьерное ограждение. В Петропавловске 4-летний ребенок выпал из окна пятого этажа. Очевидцы вызвали скорую. Пострадавшего экстренно госпитализировали в детскую областную больницу. Состояние мальчика врачи оценивают как крайне тяжелое. Обстоятельства происшествия выясняют полицейские. Отмечу, с начала года это уже четвертый случай в области, когда из окон выпадают несовершеннолетние. Открытая черепно-мозговая травма, перу свода, основание черепа, внутримозговая гематома, ушибы легких. По стабилизации состояния ребенка экстренно порядка возьмем на оперативное лечение. Ребенка лежит на ИВЛ, то есть на аппарате. Кустана и врачи не смогли спасти новорожденного. У младенца, которого нашли в мусорном контейнере, был шанс выжить. По словам медиков, он находился в состоянии клинической смерти. Однако реанимационные действия результата не дали. Сейчас родительницу-убийцу разыскивают полицейские. К поискам привлекли кинологов. В Петропавловске из-за пожара эвакуировали более 30 жильцов многоэтажки. Причиной возгорания стало короткое замыкание в электрощитовой. Сильное задымление отрезало выход для жителей пятого этажа через подъезд. Молодую девушку и двух несовершеннолетних детей сотрудники газо-дымозащитной службы вывели на улицу с помощью спасательных капюшонов. Пока одни незаконно продают шпионскую технику, другие выращивают рекордный урожай риса. Подпольный продавец шпионской техники пойман в Тимиртау. На днях полицейские задержали Тимиртауса, который занимался продажей пишущих на аудио наручных часов, видеоочков, авторучек и микродиктофонов. Об этом пишут на страницах газеты «Зеркало». Как сообщили в полиции, его поймали в ходе оперативно-следственных мероприятий. Подозреваемый из своей квартиры добровольно передал полиции очки, наручные часы и флешку с функциями негласного осуществления аудио- и видеозаписи. Следователям предстоит выяснить, с какой целью мужчина устроил подпольный магазин по продаже шпионской техники. И вот как прокомментировали этот случай в прислужбе департамента полиции Карагандинской области. Он подозревается в том, что, возможно, причастен к реализации технических средств, относящихся к средствам технической аудио- и видеозаписи. Это микродиктофоны, часы, ручки, очки с возможностью снимать видео. Все изъятые средства имеют возможность к осуществлению негласной аудио- и видеозаписи. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 399 УК «Незаконное изготовление, производство, приобретение, сбыт или использование специальных технических средств, негласного получения информации». Назначены соответствующие экспертизы. А вот на базе карагандинских вузов создадут интеллектуальные клубы и Единый совет молодых ученых. Меморандум об этом подписали 6 учебных заведений региона. Об этом сообщает газета «Индустриальная Караганда». Инициатором подписания меморандума выступило Управление по вопросам молодежной политики. Цель – консолидировать молодых и талантливых ученых, студентов и развивать науку в регионе. Заниматься в клубах студенты будут по трем направлениям. Это IT-технологии и робототехника, социально-гуманитарная и научно-техническая. Посещать их смогут студенты и остальных учебных заведений. Заседания в клубах будут проходить раз в два месяца. В свою очередь Управление по вопросам молодежной политики предусмотрит бюджет на оснащение клубов и поездки талантливых студентов на научные конференции, конкурсы и семинары. И вот пояснение руководителя отдела по работе с детскими и молодежными НПО Рауана Тарана и зданию. Раньше подобные клубы были, но они представляли собой закрытые кружки. То есть студент Каргу, к примеру, не мог заниматься в КЭУ. Сейчас же все студенты смогут посещать эти клубы, они смогут работать вместе. К примеру, в Академии Булашак есть специальность фармацевтика. Такая же специальность есть в Каргу. В медицинском университете открылось отделение наномедицины. То есть студенты этих факультетов могут работать над каким-то общим проектом и достичь лучших результатов. Новый рекорд в этом году установили козелардинские рисоводы. Они собрали 530 с половиной тысяч тонн риса. Об этом сообщает издание «Козелардинские вести». В современных условиях при выращивании этой культуры применяются инновационные технологии. И потому не случайно рисоводство вышло на абсолютно новый уровень. Растут объемы поставок риса в другие страны. Это стало возможным благодаря господдержке рисоводов. За последние пять лет в рамках агрокарты доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте увеличилась с 2,6 до 3,7%. И вот цитата из издания. Начиная с 2019 года реализуется 20 инвестиционных проектов на общую сумму более 2 миллиардов тенге. Общая площадь посевов по сравнению с 2014 годом увеличилась на 25 тысяч гектаров. Кормовых стало больше на 8 тысяч гектаров. Масличных и зерновых культур на 7 тысяч. Впервые на 40 гектарах была размещена соя. В 2020 году планируется увеличить посевную площадь под эту культуру до 500 гектаров. Ноу-хау на границе. Один из самых загруженных пограничных постов страны Жайсан был оборудован новым инспекционно-досмотровым комплексом. Он предназначен для проверки легкого автотранспорта, микроавтобусов и, что важно, грузового транспорта. Об этом пишут на страницах газеты «Октюбинский вестник». Это первый подобный комплекс, взятый на вооружение пограничной службой. Автоматизированная технология позволяет зондировать самые труднодоступные места автомобилей и выявлять присутствие запрещенных для пресечения границы предметов. Комплекс может работать в круглосуточном режиме. Теперь подобными технологиями планируют оснастить все пограничные пункты пропуска «Октюбинского региона». Цитата из издания. Уникальность заключается в том, что теперь автомобили будут полностью сканироваться электромагнитными волнами, которые, просвечивая автомобиль, могут выявить любой скрытый, незадекларированный или запрещенный к вывозу товар. Раньше всю эту работу пограничники делали вручную, что, конечно, требовало больших затрат времени и физических возможностей. Кроме этого, всегда присутствовал человеческий фактор. Некоторые потаенные места, особенно больше грузных автомобилей, могли оказаться неисследованными. Теперь же, с вводом в эксплуатацию данного комплекса, который, к слову, стоит около 1 миллиарда тенге, электромагнитные волны могут проникать в любые труднодоступные места и выводить информацию о содержимом на пульт сотрудника пограничной службы. К этому часу у меня все, Арстан. Теперь ничего запрещенного в автомобилях точно с этим рентгеном провести будет нельзя. Спасибо. Татьяна Ковалева была с обзором «Региональный пресс». В Баку организовали помощь бездомным животным. Там провели специальную ярмарку собак и кошек, чтобы найти им новых хозяев. Организаторы надеются, что это поможет уменьшить количество бездомных питомцев. Четвероногого друга присмотрела для себя и моя коллега Шафагалиева. В среднем житель Азербайджана тратит около 400-500 монат на приобретение породистых животных. Данная ярмарка организована для того, чтобы вот эти милые животные наконец-то нашли себе новый дом, новую семью. Уже не первый год проводится это мероприятие. И благодаря данному мероприятию каждым годом все меньше и меньше становится бездомных животных. На ярмарку привезли питомцев в самые разные приюты. Хотят найти для собак и кошек добрых хозяев и некоторые жители города, которые нашли их на улице. Обязательное условие ярмарки – животное должно быть здорово и привито. Несколько раз мы участвовали в этом мероприятии. И в этот раз мы привезли около пяти-шести собачек и столько же кошечек. И ищем очень надежные руки. Они все долгое время животные, которые мы представляем на выставке, находились под долгим наблюдением врача. И все привиты, здоровы, и все наши животные готовы к новой семье, к рукам, которые их полюбят. На ярмарку привезли в основном малышей. Их легче устроить семью. Следующий этап – стерилизация. Как правило, она проводится после шести месяцев. Эта собачка мне очень понравилась. Спасибо, что организовали эту ярмарку. Раньше у меня была собака. Хочу еще одну взять себе. В одном из крупных центров по работе с бездомными животными ежегодно стерилизуют больше сотни собак. Там же они получают прививки против бешенства. После этого четвероногие вновь отпускаются на улицу. Специальная бирка на ухе означает, что эта собака состоит на учете и не представляет опасности для окружающих. Все процедуры проводятся в рамках программы по уменьшению количества бездомных животных. Все процедуры проводятся в рамках программы по уменьшению количества бездомных животных. Хабар-24, Азербайджан, Баку. Обширную коллекцию мумий и животных, найденных в прошлом году в тайнике к югу от Каира, представили египетские власти. Среди находок мумий, кошек, крокодилов, кобр, птиц, а также самый большой в мире жук-скоробей. По словам археологов, рентген показал, что пять самых крупных мумифицированных кошек, скорее всего, на самом деле были львятами. Вместе с мумиями специалисты нашли маски, статуи, в том числе 75 деревянных и бронзовых изваяний кошек и другие древние артефакты. Большая часть обнаруженных под Каиром предметов относится к позднему периоду, или 26-й династии фараонов, которые правили около 2700 лет тому назад. И в завершение казахстанский блокбастер осахской правительницы Тамерис выйдет в прокат в российских кинотеатрах уже. В следующем году на очереди еще несколько стран. Фильм покажут на широких экранах, например, в Китае, Турции и в странах Ближнего Востока. Об этом рассказал режиссер Акан Сатаев на московской премьере ленты. Она состоялась в рамках недели казахстанского кино, организованной при поддержке посольства Казахстана в России. Кинофестиваль посвящен юбилею писателя Абыша Кикельбаева. Тамерис стала картиной закрытия фестиваля. Очень интересно посмотреть, как это было, как было в прошлом, как наши предки боролись за наше настоящее государство, за нашу независимость. И такие лица красивые. Лица просто красивые. Просто смотреть было очень приятно. Что ж, скоро весь мир, а именно те, кто не знал об истории Казахстана, правительница Сакской, правительница Тамерис, узнают на весь мир. И я думаю, что заинтересуются. И вот тебе открытые туристические походы в нашу страну. С вами был Арстам Балтин. Не забывайте историю, культуру и традиции. Все, что вы можете или вас интересует о стране и мире, вы можете найти на нашем информационном интернет-портале. Адрес простой, 3давую 24.кз. Там же есть и обратная связь. Есть вопросы, предложения. Обращайтесь. С вами был Арстам Балтин. До встречи. Увидимся в 10.00. Оставайтесь с нами. Хорошего вам дня.